Новому Уренгою 45 лет горожане отмечали праздник два дня, а уже в понедельник разрешилась главная интрига сентября. Здравствуйте, в эфире «Импульс» в студии Натальи Худяева. О ключевых новостях расскажем прямо сейчас. Иван Костогрис сложил полномочия главы нового Уренгоя. Обязанности руководителя газовой столицы будет исполнять Андрей Воронов. Ты живешь в этом городе и многие факты о городе даже не знаешь. Сегодня много поучительного узнала. Городу газодобытчиков и строителей 45 лет. В день рождения нового Уренгоя состоялась экскурсия по знаковым местам. Подарок к юбилею руководство компании «Газпромдобыча Ямбург» подарило городу углеводород в металле. Завершился большой и значимый этап в развитии нового Уренгоя. Иван Костогриса оставил пост главы газовой столицы. Его решение о досрочном сложении полномочий сегодня в первой половине дня приняли депутаты городской думы. В отставку Иван Костогрис ушел по собственному желанию новым Уренгоем. Он руководил 13 лет. За эти годы им и его командой была проделана огромная работа, направленная на развитие газовой столицы и повышение качества жизни людей. Сегодня в ходе аппаратного совещания Иван Костогрис поблагодарил всех, с кем удалось воплотить задуманное в жизнь. Сегодня хочу в присутствии сказать слова признательности и благодарности депутатскому корпусу за совместную работу. Она была очень конструктивной, совместной, плодотворной в интересах жителей города и интересах нашего города. Хочу сказать сегодня слова признательности вам, уважаемые коллеги, за совместную работу, за то, что делалось и делается в городе. Надеюсь, что и будет. Также в интересах наших жителей, в интересах процветания нашего города, создания социальной обстановки, которая позволяла бы по-прежнему воспитывать талантливых, современных, продвинутых и очень успешных наших молодых людей. И это та цель, с которой мы с вами работаем, создавая комфорт для проживания наших новорингуйцев в целом ямбальцев. Спасибо огромное СМИ за поддержку и совместную работу. В общем, удачи всем и успехов. Спасибо. Уже создана конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность нового руководителя города. Пока эти обязанности будет исполнять Андрей Воронов. Сегодня он назначен на должность первого заместителя главы администрации города. А уже завтра он приступит к исполнению полномочий главы нового Уренгоя, вплоть до вступления в должность нового руководителя. Напомню, с 2018 он занимал пост заместителя главы региона. Андрей Воронов курировал сферу строительства. До перехода на работу в Салихард он отвечал за это направление в администрации газовой столицы. Искренние слова благодарности хотел бы сказать Ивану Ивановичу. Я очень рад, что возвращаюсь в команду, созданную им. Надеюсь, что лучшие практики, которые были в городе Нового Уренгоя, они будут продолжены. Безусловно, будут изменения. Изменения будут направлены на те задачи, которые поставил перед округом наш губернатор Арсихов Дмитрий Андреевич. Темп, который он набрал, он колоссальный. Нужно будет всем успевать. Задача на этот месяц до окончания конкурсных процедур наша с вами совместно в тех форматах, которые сегодня есть. Нужно не ударить грязь лицом, не подвести и уже бывшего главу не подвести руководителя региона. Дмитрий Арсихов принял участие в совещании по реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Оно состоялось накануне в городе Белоярске в Югре. Заседание провел министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Помимо руководителя Ямала, в нем приняли участие главы Ханты-Мансийского автономного округа и Цюминской области. Владимир Якушев отметил, между тремя субъектами налажено взаимодействие по всем трем федеральным проектам, которые курирует Минстрой. Идет рабочий диалог и четкое понимание, как и куда двигаться. Оценивая результаты за 2019 и прогнозные показатели по этому году, можно сказать, что каких-либо отклонений и серьезных проблем у нас не ожидается, заявил министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Владимир Якушев, открывая совещание. Эти выходные у губернатора Ямала выдались насыщенными. С рабочим визитом он посетил Приуральский район. Центральными темами стали улучшение качества жизни в небольших населенных пунктах, ремонт дорог и повышение транспортной доступности, а также строительство новых социальных учреждений. В Оксарке губернатор побывал на площадке, выбранной под строительство четырех многоквартирных домов под расселение аварийного фонда. Приехать туда смогут 89 семей, сдать дома планируют в 2022 году. Ознакомился губернатор с ходом строительства нового детского сада. Он сможет принять 240 воспитанников. 40 из них до трех лет. Детский сад возводят в рамках соглашения, о муниципально-частном партнерстве. Также в планах в 2022 году построить в Оксарке новую школу на 550 учеников и провести реновацию образовательного учреждения в Харпе. Есть у района и хорошие туристические перспективы. Красивая земля. Наш весь имел красивый, но при Урале имеет большое преимущество в том, что рядом находятся цели Харта, рапорт. Это возможность приехать сюда гостям с любых уголков нашей страны. Скоро будет запущена автомобильная дорога и для жителей восточной части Ямала также это станет доступно. Конечно, то, что мы планируем в Харпе, об этом в последнее время мы уже рассказываем. Большие серьезные планы. Новому Уренгою исполнилось 45 лет. Праздничные мероприятия по случаю юбилея состоялись в минувшие выходные. День города начался в субботу с возложения цветов к вечному огню и бюсту с обито оружием. Представители местной администрации, руководители предприятий, силовики и просто новорингойцы поклонились героям, погибшим за нашу родину, а также почтили память человека, вбившего в замерзшую землю стальной колышек с надписью «Новый Уренгой». Даже те, кто много лет живет в Новом Уренгое, вряд ли могут похвастаться, что знают все о газовой столице. С каким событием связан памятник разведочной скважине Р-2, за сколько времени был возведен храм Серафиму Саровскому, почему наш главный проспект называется Ленинградский. Об этом и не только узнали участники экскурсии, которые состоялись в день города. Каждый час от торгового центра «Пассаж» стартовал автобус с желающими погрузиться в историю. В нем проехала и наша съемочная группа. Как только автобус с яркой надписью «Город мечты» въезжает на парковку, его тут же заполняют очередные экскурсанты. Впереди часовой маршрут по знаковым местам газовой столицы. Идея Дома детского творчества нашла свое воплощение при поддержке президентского гранта. Вы знаете, что у нас прекрасный краеведческий музей. И мы столкнулись с тем, что не все ребята знакомы очень глубоко с историей города. И мы решили, что нашему городу крайне необходим такой универсальный маршрут, где ребята смогут проехаться по городу, где мы можем им рассказать о тех или иных памятных знаках. Коллектив придумал такой проект. Мы написали грант. Назвали его «Город мечты». 6 июня 1966 года является датой обнаружения одного из самых больших газовых месторождений, которые потом назвали Уренгойское. Пока автобус движется от объекта к объекту, экскурсовод успевает рассказать об автотракторном десанте и разведочной скважине, о людях, чьи имена носят наши улицы. Первая остановка возле церкви Серафима Саровского и рассказ о том, почему храм называют в народе уренгойским чудом. Осветили место на берегу Седояхи и поставили здесь небольшой вагончик, жилой вагончик, который служил церквью на то время. Но в 1997 году этот вагончик сгорел из-за короткого замыкания. И тогда по городу пошел слух, что нужно строить церковь новую. Мы собрали деньги за два дня. Памятник Бородинскому хлебу, площадь памяти и музей боевой техники под открытым небом. Первый локомотив, пришедший в город и доставивший его жителям картошку. Что не объект, то кусочек истории. Чтобы воссоздать самые интересные моменты, говорят педагоги, пришлось не только листать книги, но и собирать воспоминания тех, кто строил газовую столицу. Старались собрать воспоминания, да. Просили детей, которые у нас учатся, занимаются. Просили детей рассказать. У кого-то, может быть, здесь бабушки были, у кого-то остались фотографии. Для меня, например, было очень интересно проследить эволюцию жилища уренгойцев. То есть, где жили первое. Что такое балок? Бочки мы все знаем, вагончики мы все знаем. А, допустим, что такое балок? Оказалось, что описать-то... Балок вроде все знают, но описать-то его мало кто может. Этот познавательный тур позволил экскурсантам по-новому взглянуть на давно знакомые места, открыть для себя новую рингой времен балков и бочек, первых комсомольских строек. Ты живешь в этом городе, и многие факты о городе даже не знаешь. Сегодня много поучительного узнала. Так что даже предложила, надо на постоянной основе такие делать экскурсии. Потому что мы приезжаем в разные другие города, смотрим города, изучаем, а свой город как бы так и не знаем. Очень многое узнали. И как открывался город, и кто первые открыватели, и как люди ехали сюда со всей России, со всей страны строить город. Это же так здорово. Это вообще гордость берет за наш город. Мы большие патриоты своего города и очень любим. И мой ребенок, вот она говорит, если мы собираемся как-то переезжать, не переезжать, она сказала, говорит, мама, мы отсюда никуда не переедем. Экскурсии по газовой столице вызвали живой отклик у новорюнгойцев. На ближайшие выходные уже выстроилась очередь из желающих посмотреть на любимый город из окна автобуса и поближе познакомиться с его историей. Несмотря на то, что ему всего 45, городу есть чем удивить и порадовать. Ксения Белозерова, Людмила Завгородняя, Влад Еремин, служба новостей «Импульс». С утра в субботу на площади памяти дымилась полевая кухня. Пришедших на праздник угощали горячим чаем и кашей. Представители компании «НГ-сервис» вместе с волонтерами провели патриотическую акцию «Мой первый самолет». На организованной ими площадке детвора могла принять участие в конкурсе силачей, попробовать себя в сборке-разборке автомата или попросту посидеть за рулем ГАЗ-67 легендарного внедорожника времен Великой Отечественной войны. Отмечу, именно руководство компании «НГ-сервис» выступило инициатором того, чтобы рядом с вечным огнем появился тактический фронтовой бомбардировщик Су-24. Этот экспонат в военный музей под открытым небом привезли из Челябинской области. В честь того, что пять лет назад наш город обрел памятник самолет Су-24, соответственно, сегодня мы каждому ребенку дарим маленький самолет в честь Дня города и празднуем сегодня 45-летие нашего любимого города. Всем будет интересно. Мне даже самому было интересно самолет запустить. Так что, я думаю, всем будет интересно. Еще одним подарком городу стала новая достопримечательность. Накануне состоялась церемония открытия монумента «Молекула метана». Ее установили на площадке напротив центрального офиса компании «Газпромдобыча Ямбург». Руководство предприятия презентовало городу новый памятный знак. В скульптуре из нержавеющей стали, как в настоящей молекуле, один атом углерода, четыре водорода. Высота конструкции с постаментом более трех с половиной метров. Ее изготовили в Санкт-Петербурге. Мы не нашли информации, что где-то в стране или в мире есть памятник природному газу. На наш взгляд это несправедливо, особенно в нашем городе. И мы в этот день дарим городу эту молекулу метана всего одну, но весом 300 килограмм. И вот масштаб этого увеличения, он на наш взгляд соответствует роли природного газа в экономике и развитии нашего города, региона, да, если честно, и всей страны. Дым без огня, дискотека на пляже, день рождения города, но уренгойцы праздновали два дня. Подробнее об этом во второй части выпуска. Оставайтесь с нами. От горожан к горожанам в юбилей нового Уренгоя центральная больница получила зеленый подарок. Люди города Виктор Кустов об университетских лабораториях, инновационной школе и взаимопомощи северян. Реально экстремально в день города но уренгойцы приняли участие в гонке чемпионов. Голосование на выборах депутатов Законодательного собрания Ямало-Ненинского автономного округа 7-го созыва пройдет 11, 12, 13 сентября 2020 года с 8 часов утра до 8 часов вечера по местному времени. Ямальцы, голосующие по месту жительства, получат два избирательных бюллетеня. Один по единому избирательному округу и один по одномандатному избирательному округу. Избиратели, голосующие по месту нахождения за пределами своего одномандатного избирательного округа, получат один избирательный бюллетень по единому избирательному округу. При голосовании нужно поставить любой знак в бюллетене напротив фамилии выбранного кандидата или избирательного объединения. В бюллетене должен быть только один знак. Бюллетень должен быть заверен печатью участковой избирательной комиссии и подписью двух ее членов. Голосуйте в любой удобный день. Выбор за вами. Информационно-справочный центр избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа 8 800 100 95 89. 11, 12, 13 сентября 2020 года голосует весь Ямал. А мы возвращаемся к теме юбилея. Даже осенью Новая Уренгой продолжает наряжаться в зеленые тона. К 45-му дню рождения город получил зеленый подарок. Аллея жизни, появившаяся на территории больницы, стала больше. В прошлом году рядом с роддомом высадили кедры и ели. Они прижились и радуют глаз медикам и посетителям. Теперь с ними соседствует молодая рябина. Каждый саженец – символ зарождения жизни. Отмечу, в праздничном озеленении приняли участие общественники, учащиеся медклассов, медработники и их семьи. В этой традиции посадка саженцев деревьев я уже сажу в больнице уже около 10 лет. И каждый год это как все равно, что рождение детей – посадить дерево. И смотришь, как за 10-15 лет вырастают деревья, так же и дети растут. Поэтому это очень классная традиция, чтобы она продолжалась очень долго. Приехал в чужой незнакомый город с женой и маленьким ребенком сразу после окончания вуза. Эта история могла быть о жизненных трудностях, преодолениях проблем и долгом периоде становления. Если бы дело происходило не на севере. Директор 17-й школы Виктор Кустов рассказал нам, что именно новорингуйцы с их отзывчивостью встретили их семью радушно и тепло. Поэтому обратно молодым учителям уже не захотелось. Виктор Кустов о своей судьбе. Многодетная семья. Я шестой ребенок в семье. Мне мама – это колхозница, папа – рабочий. Кострома, Костромская область – это вот те места, где была и благодатная природа. Вот появился в той глухой деревеньке. И я шестым ребенком. Интересов было настолько много, что практически занимался всем, что можно. Это и музыка, это и пение, это все направления. А так как мои старшие сестры, они педагоги, они уже учились в педагогическом институте, у меня просто выбора не было, куда пойти учиться, потому что читал те книги, которые мне давали. Видимо, от природы состояние формировалось, и мы все в семье математики, все физики и педагоги. Представляете, когда попадаешь в институт и видишь целые лаборатории оптики, или лаборатории атомной физики, или еще лазеры, которые практически нигде нет, а они уже там есть. И это захватывало. С Мариной мы познакомились, она была на курсе младше. Знакомство на спортплощадке произошло, это волейбол, футбол, это интерес. В своей жизни ни разу не пожалел, что этот выбор состоялся. И это студенческая семья. По окончании института у нас уже был ребенок. А когда мы пришли на работу, на постоянную работу, то у нас в ноябре уже появляется второй ребенок. Все дети здесь, в городе, они закончили здесь школы, то есть это северные дети. Я приехал в августе месяце. Удивительно для меня было, что нет еще ночи. Но времени было в обрез для того, чтобы вернуться за семьей и обратно. В нескольких школах я побывал, и мне очень помогали те люди, с которыми я встречался. Я не мог ожидать именно такое. Я никто, я неизвестный, но ко мне относились как к близкому человеку. И это было везде. Это было на улице, это было в школе, это было в любом учреждении. То есть куда бы я ни пришел, со мной разговаривали именно так, как будто я близкий друг или семья. Знакомство с этой школой произошло, когда она была выстроена как скелет. Но в запуск школы, конечно, вмешивался как раз тот кризис, который происходил в 2008-2009 году. Сразу была поставлена задача и определил, что школа должна быть современной информационно-технологической. Профильных классов на самом деле у нас больше, а корпоративных классов два. Это класс Минтерскал, да, совместно с немецкой компанией мы сформировали этот интересный класс по профилю физика и химия. А еще есть очень интересный импульс класс. Мы сформировали по направлению истории общества знания, литературу, русский язык. И вот эти корпоративные классы, они курируются действительно профессиональными людьми, профессиональными компаниями, которые не просто производят набор и до юра формируют корпоратив, но еще и сопровождают его и в учебной деятельности, и в дополнительном образовании, и в социуме, и в психологии. И поэтому ребята достаточно продвинуты в этих корпоративных классах и имеют преимущество для дальнейшего развития и успешности. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда я впервые попал в город, я сразу сказал, что это мой город. Это люди, которые с уважением относятся к другим. Они всегда готовы прийти на помощь. Те, кто здесь с самого основания города, это люди особой статьи, особой закалки, особых отношений. У них нет слова «нет», у них есть возможность и, в принципе, желание помочь другим. Дорогие друзья, уважаемые новоуренгойцы, с удовольствием поздравляю вас с 45-летием нашего города. Желаю всем отменного здоровья, это главное на сегодняшний день. Желаю, чтобы вы больше принимали участие в развитии города. Пусть город для вас становится той основой, которая позволит быть вам успешными, экономически состоятельными и принесет счастье в каждую семью. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Перейти реку вброд, забраться на высокий забор, пролезть сквозь паутину из проволоки, пробраться сквозь стеллаж покрышек – испытание не для слабых духом. В субботу в Газовой столице прошла гонка чемпионов. В соревнованиях приняли участие 28 команд. Это рекордное количество за все время проведения состязаний. В экстремальный забег с препятствиями отправился и заместитель губернатора Ямала Андрей Воронов. На трассе побывали Полина Шорохова и Богдан Жиделев. Два, один, два, три! Именно с таким драйвом и запалом стартовала каждая команда участников гонки чемпионов. В этом году спортсменов ждали суровые испытания. Организаторы построили 20 препятствий на трассе длиной в 4 километра. Это на километр длиннее, чем в прошлом году. Соревнования проверили на прочность не только физическую подготовку, но и силу духа. Почему решили участвовать? Это для нас что-то необычное, новое. Это заряд энергии вообще мощнейший. И мы уверены, что будет круто и запоминающе. Но вот вы сейчас посмотрели уже, как проходят другие участники испытания. Страшно? Ну, морально мы готовы. А физически покажет уже сама трасса. Стрельба замерзшими руками, пронизывающий северный ветер, испытания в ледяной воде. Настоящему северянину все по плечу, уверены участники. Не смог остаться в стороне и заместитель губернатора Ямала Андрей Воронов. Впрочем, решение это было спонтанным. Честно говоря, час назад, наверное, принял решение поучаствовать с вами. Очень волнуюсь. Вместе со своей командой он прошел трассу до конца. Как и в любых испытаниях, очень многое зависит от чувства локтя и готовности самому подставить плечо товарищу. В этом случае можно преодолеть даже самое сложное испытание. Держаться вместе – это самое главное. Очень хорошие ребята, команда супер. И трасса интересная, безумно сложная, но очень прям адреналин до сих пор все везде. К слову, команда «Контакт», в составе которой бежал заместитель губернатора, заняла 10-е место из 28-ми. На первом сборная «Метан». В условиях жесточайшей конкуренции они быстрее всех справились с испытаниями и прошли трассу без потерь в коллективе. Полина Шорохова, Богдан Жиделев, служба новостей «Импульс». Финал двухдневного праздничного марафона состоялся на берегу Седы-Яхи. На этой площадке настроение новаренгойцам создавали местные и приглашенные артисты. Открыли эстафету, развлекательные мероприятия и яркое дымовое шоу. Когда стемнело пляж, зажгли музыканты из Тюмени. Эффектной вишенкой на торте стали водосветовое шоу и салют. Такой формат праздника новаренгойцы оценили по достоинству. Это был обзор событий понедельника и минувших выходных. В студии работала Наталья Худяева. До встречи в эфире. Наталья Худяева Наталья Худяева Наталья Худяева